Добрый вечер, дорогие телезрители! В непривычное время после новогодних каникул программа «Один из нас» собирает обитателей темной студии на очередное свое, не поворачивается язык сказать, заседание. Сегодня мы будем стоять по теме, вот завтра буквально крещение у нас, кто-то там купается в проруби, кто-то другие дела, строганину строгает. Все мы, включая круглый год, вынуждены ездить на автотранспорте. По аспектам эксплуатации автомобильного транспорта с учетом наших климатических особенностей будет посвящен наш сегодняшний разговор. Мы начинаем. Ну, дорогие друзья, спасибо, что приняли такое утреннее приглашение. У нас запись проходит утром. Ну, я первое слово хотел бы дать, ну, это только первое слово, да, на правах Тамады предлагаю дать медику, человек, который возглавляет, не только иммунопрофилактика важна в зимний период, да, ну, хотя это тоже, то есть любые простудные заболевания и так далее. Ну, Николай, согласитесь, что как медик вообще холод, туман, вот как явление, он оказывает также негативное влияние на, в целом, на психофизическое состояние человека, да? Ну, да, естественно. В принципе, туман, если мы, как бы, врачи, на наш первый взгляд, это снижение освещения. Освещение это что? Это зависимость человека, человеческого организма от режима освещения, суточный аритм. Любой организм, любой, даже не человек, а любой биологический объект, он подвержен вот таким циркадным, так называемым, ритмам. И если вот этот вот режим освещения меняется каким-то существенным образом, то, соответственно, и здоровье либо страдает, ну, либо становится наоборот лучше, да? Ну, понимаем, что мы в широтах северных, очень даже северных, естественно, поэтому зимой у нас очень короткий световой день, который, к тому же, усугубляется тем, что у нас солнце очень низкое, да? Если в других странах, скажем так, зимой, даже если короткое, оно достаточно высоко стоит, то у нас очень низкое солнце. Это и плюс к этому город Якутск, большой город, в котором мало ветров, и, естественно, вот этот туман, который сгущается в основном в самые холода. Без учета того, что пишут же вот на упаковках, приняв лекарство, допустим, тот же витамин D, да, в зимнее время, вообще эксплуатация автомобильного транспорта, это, ну, как бы, чревато, скажем, да? Вообще, я бы сказал, знаете... И, наоборот, насыщение другими гормонами. Из-за этого нарушается вообще состояние человека, физиологическое состояние человека. И на этом фоне бывают, конечно, и пресловутые вот эти вот некоторые снижения эмоционального, психоэмоционального фона. Ну, и то, что в обыденности называется депрессия. Хотя это, на самом деле, не депрессия. Зимняя депрессия. Просто снижение определенного туманта. И вот это все, если долго оно действует, у нас же дезима длинная, то, соответственно, все системы организма, они немного будут подавлены. То есть, будут снижения выработки антител пресловутых. А антитела это кто? Это те войска, которые борются с инфекциями, которые делают наш организм более устойчивым к разным внешним воздействиям. Тему, говоря, иммунопрофилактика помогает ли? Пусть это будет небольшой рекламный. Ну, естественно. Естественно, помогает. Обязательно, да. Вот тем более нам необходимо, которые живут в этих широтах, быть во всеоружии. Если медицина нам предоставляет какие-то инструменты, мы должны это использовать. Все коллеги, подключайтесь уже. Вот, допустим, мы все суперчеловеки по сравнению с жителем какой-нибудь Московской области. Потому что привези москвича сюда в этот период, особенно вот этот, туман и так далее, и скажи, вот тебе машина, вот у тебя права есть машина, отвези меня от точки А до точки Б. Это очень хорошо заметно на примере наших таксистов, которые приезжие здесь. Потому что люди, которые ездят в декабре, в январе, вот сколько служб я использовал, да, таксисты просто в шоке. Они говорят, как вы здесь вообще вот так круглый год ездите? Он говорит, я по навигатору еду, мне только навигатор подсказывает, куда надо повернуть. А я навигатору подсказываю, его навигатору подсказывают, что не здесь поворот, еще метров 10 проедь, там еще поворот будет. Как вы, говорит, ездите? Я говорю, ну как, интуиция? Интуиция. Я серьезно считаю, что определенными, скажем так, преференциями в плане того, что и зрение у вас острее и так далее, у северян все-таки есть. Сергей Александрович, не будет совсем лишним еще раз сказать о безопасности именно в зимний период, когда ограничивается видимость? Ну, с нашими климатическими условиями, конечно, как бы и не были там, как сейчас уже сказали, приезжие люди, туман, конечно, для них это диковинка. Так как мы, местные жители, все равно, с учетом медицины, которая была заранее доказана, бдительность и внимательность водителей все равно снижается. Что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. На аналогичные дорожно-транспортные происшествия очень много населения водителей, как правило, выражаются, не увидел, не заметил. Но это отсюда и уходит у нас дорожно-транспортный, и само по себе, как было сказано, уже бдительность и внимательность теряется. А по мне, так наоборот, в условиях и сумерек, и тумана, и так далее, то есть человек должен вдвойне, скажем, сконцентрироваться, тем более перевозишь кого-нибудь. Ну, с учетом, допустим, контроля и проведения анализов, есть такое понятие, да? Вот дорожно-транспортное происшествие, как наибольшее, проходит у нас в светлое время суток, в ясную погоду. Действительно, видать, организм человека, он концентрирует себя и готовит к тому, что, допустим, как сегодня погода у нас, туман и все остальное. Действительно, число дорожно-транспортных происшествий все-таки уменьшается при такой вот низкой температуре и трудной видимости. Видать, все-таки человек сам себя старается оградить от лишних хлопот, как говорится, и все остальное. Просто он начекуный. Да, он просто начекуный, он к любой неожиданности готовый, скажем так, вот это. Но, опять же, как врач, вот постоянно находиться вот в этом звенчанном состоянии, это же не есть гуд. Нет, конечно, это все накапливается. Стресс? Я хотел бы все-таки в первом блоке наметить все вот эти аспекты. Автомобиль – это куча железа. Ну, скажем так, куча организованного хорошо железа. Определенных механизмов, устройств, которые должны функционировать. Вот когда я перед эфиром говорил, переходил в официальную лигу, то есть с поддержанных японских машин, переходил на салонное авто, и все, они говорили, вот ты не должен париться, до минус 35 автомобиль должен тебя заводить. Хорошо, заведется, но будет ли, скажем так, работать все эти вот эти определенные части механизма должным образом? Давайте, товарищ технари, поддержите меня в этом. Ну, здесь необходимо сказать, что автомобиль, конечно, заведется, но при таких низких температурах это повышенный износ, причем повышенный в разы. Вот, поэтому, ну, это незаметно на новых автомобилях. У вас же новый салон автомобиля, поэтому… Ну, уже старый. Ну, относительно новый, скажем так. Вот, и поэтому, как бы вы можете до определенного момента бесполезно заводить его и минус 35, и даже минус 40 можно заводиться, конечно. Опять-таки, это зависит от того, какой вид масел используется, какие там уплотнители резиновые и так далее. Рассчитаны они на наши температуры или нет. Вот, это такой вопрос вот, комплексный, скажем так. Но, как правило, как правило, ну, это вот мои личные, как бы, мое личное мнение. При температурах ниже минус 25 градусов лучше все-таки автомобиль не заводить. И вообще не ездить? Нет, ну, как бы ездить-то необходимо все равно, если так или иначе передвигаться надо, при любой температуре, да. Поэтому тут уже вопрос, насколько вы цените свой транспорт. Либо себя. Да, либо себя. Ну, то есть автомобиль все равно нужно прогревать в любом случае, а потом уже утеплять потом для зимы, да? Ну, поэтому какие-то дополнительные средства, либо там предпусковые подогреватели, либо тот же гараж теплый, да, который у нас стоит очень дорого. И аренда, и приобретение. Чисто с эксплуатационной точки зрения я вот не могу понять, как кусок брезента, который на днище натягивается, да, обеспечивает, скажем так, лучшие эксплуатационные аренды. Ну, это как бы кусок брезента, это... Экран. Экран, да. Это защита от теплоотдачи, скажем так. Прямого поводания воздуха холодно. Когда вы едете, у вас идет обдувание со всех сторон потоками воздуха. Воздух холодный. Это приводит к тому, что остывание двигателя происходит очень быстро, тем более снизу. Там, как бы, самая незащищенная часть автомобиля, потому что сверху, как правило, мы закрываем автоодеяло, войлок, да, и так далее. Вот, а внизу автомобиль, ну, если он не затянут брезентом, он не защищен. И происходит теплоотдача, застывание масла, а как мы знаем, маслоприемник у нас находится в нижней части автомобиля, в поддоне. И, соответственно, происходит масляное голодание всего двигателя. Ну, и получается так, что нет масла, повышенный износ, ну, и так далее, за всеми втекающие. Или уколи на рабочую температуру. А что уж говорить о всяких там резинках, которые, ну, в огромном количестве представлены и в ходовой части, и всего. То есть, я так просто интуитивно полагаю, что 45 градусов, никаким полезным образом на них не скажут. Ну, что касается резины, вот, опять-таки, вот эта точка минус 25, это, она для резины становится тоже такой, ну, это в общем, скажем так, да, это не точно, но после этой точки свойства резины, они резко ухудшаются. То есть, появляется, да, появляется течь, дизина дубеет и начинает пропускать, вследствие повышенного давления внутри автомобиля, начинает пропускать там масла, там антифриз и так далее. Вот, то же самое наблюдается, допустим, для спецтехники. Это автомобили, оснащенные гидравликой, краны, буровые и так далее. Вот, у них масла используются немножко другие, конечно, и резина там все-таки получше, поэтому где-то при минус 40, они уже избегают, ниже температур не минус 40, они уже избегают производить какие-то работы. Кроме самых необходимых. А почему производители не проецируют вот те же марки резины, там, определенных материалов на массовую, скажем так, рыбу? Как вы думаете? Очень кратко. Ну, развитие идет, допустим, в 70-х годах очень большой шаг сделал именно в эту область промышленности автомобильной. Потому что в то время... Константин, давайте сразу после рекламной паузы мы завершим мысль о том, что почему резины, они видоизменяются и каково сейчас состояние? Реклама прямо сейчас. Зима, холода и прочие радости. В первой части программы мы поговорили о том, как зимние факторы, это холод, это туман, влияют на человека, на водителя, который эксплуатирует автомобильный транспорт. И вкратце мы поговорили о том, какие, скажем так, характеристики изменяются при температурах ниже 25 градусов. Я хотел бы, чтобы Константин Николаевич продолжил мысль о том, что мы все слышим новости типа Бриджстоун делает испытательный полигон. Александр, помните, лет 20 тому назад вот это все было, скажем так, в мечтах, наработках. Бриджстоун делает испытания своих новых сортов резины и так далее. Резина меняется, я согласен. Вообще любые материалы меняются с учетом того, что человек продвигается все дальше, Арктика остается все активнее и так далее. То есть тем же воякам, не с руки же, скажем так, получить течь сальника где-нибудь там в условиях острого котельного. Вот я хочу сказать, что все эти разработки есть, в том числе наш институт, институт проблем, ну не наш, которым я работаю, а наш якутский институт, институт проблем нефтегаза. Они тоже, у них очень много разработок в этой области. И резины, которые при низких температурах сохраняют свои свойства, которые они разработали, они используются даже в космосе. Вот. И тут как бы вопрос упирается в то, что промышленность это все-таки бизнес. А у нас вследствие, так сказать, того, что республика населена не так густо, у нас все-таки рынок маленький. Поэтому какие-то делать такие вот большие разработки в эту область, именно вот для нашего региона, для региона, который характерен низкими температурами и вот такими вот климатическими условиями, это... По большому счету, да, нецелесообразно. Хорошо, я перейду просто к автомобилистам, своим коллегам. В этом аспекте мы обязательно должны затронуть... Вы же участвовали в эксперименте от Руслана Очирова, который чехлом накрывали и потом замерили? Эти эксперименты мы проводили еще в 2014 году. С основателем компании Сахатент, когда он к нам подошел, они начали работать, по-моему, в 2013 году, если я не ошибаюсь. Вот, и произвели эксперимент на двух типах машин, обычная легковая, это была Сузуки и Скуда и УАЗик, который у нас очень широко используется, в том числе зимой. Ну и сами не ожидали таких результатов, очень, так сказать, позитивных. Позитивных? УАЗик хорошо себя правил. УАЗик при минус 40 градусах простоял всю ночь с 19 часов вечера до 7 утра и, собственно говоря, с утра спокойно завелся и поехал. Температура была в моторном отсеке минус 15 градусов, то есть вполне приемлемо. То есть не достигая вот этой критической отметки минус 21? Да. Сузуки и Скуда стоял с включенной функцией автоподзавода, там все было вообще нормально. То есть он доходил до температуры минус 5 градусов, включался автоподзавод, двигатель нагревался до 70 градусов, ну и так далее. И сколько циклов за ночь? За ночь один цикл. Один цикл, да. Это при каких температурах? Вот уже при минус 40 примерно. При минус 40. То есть, в принципе, вот оберегаться, скажем, вот этими Наташами и так далее есть смысл, да? Конечно, я сам его использую. Да. У меня уже третий тент. Один у меня украли. Это уже другой аспект. Это уже другой аспект. Скажем так, у нас закладываются определенные элементы культуры зимней эксплуатации автотранспорта. И мы тут не можем не затронуть абсолютно один гигантский аспект. То есть огромная часть, или машина замораживает, пересаживает в общественный транспорт, общественный транспорт, который у нас зимой становится, не знаю, объектом проклятия всех без исключения участников дорожных движений. Пешеходов, водителей легковушек и так далее, и так далее. Почему так остро стоит вопрос, я понять не могу. Вот ссылаются на ГИБДД, да? Там есть техрегламент и так далее. Но почему у нас ездят фуры вот с такими выхлопами, да? И при этом автобус вот с этим выхлопом эксплуатации... Объясните мне, пожалуйста. Ну, на сегодняшний день, который фур у нас имеется с выхлопами и такими вверх, это предусмотрено, кстати, заводным изготовителем. Транспорт, который у нас обеспечивает пассажирские перевозки на сегодняшний день, заводы российского производства, где на сегодняшний день еще по неотдельным заказам, не по отдельным просьбам такого и не изготовляется с выносом труб наверх для выхлопа газа. Так что вот этот вопрос у нас уже не первый раз стоит. Уже даже в 2010 году, помнится, было поставление правительства республики, где было решение принято о необходимости выноса труб для обеспечения безопасности дорожного движения. Но этот эксперимент, как говорится, не удался. С руководства даже и предпринимателей, предприятий, которые занимаются перевозками, после своих личных подсчетов, допустим, убедились технически, что это по технической части невозможно, затраты будут большие и все остальное. И на сегодняшний день это осталось на нашем уровне. Простите, а затраты на переоборудование? Да, это затраты переоборудования, конечно. Для регистрации, конечно, вопросы решения регистрации здесь можно, конечно, как-то и подойти лояльно, но смысл в том, что если даже переоборудовать все транспорт, занимающийся пассажирскими, перевозками, это надо будет получить разрешение с завода-изготовителя. Возможно ли это изменение конструкции. После того, как даже если будет получено это все, необходимо все равно зарегистрировать через органы ГИБДД. Андрей, у вас есть опыт общения, скажем так, с крупнейшим производителем транспорта, который является у нас ключевым в области общественного транспорта? Мы давно работаем с группой ГАЗ, это автобусный завод, который в России у нас производит автобус. То есть они 70% рынка занимают в России. Это Павловский автобусный завод, есть и другие производители. Но вообще то, что касается труб, у нас в далекие времена, мы уже работаем в перевозках не первый год, и в свое время, когда мы не были в рыночных условиях, не жили, только все это начиналось, трубы выводили, помните, что это было давно уже. Тогда не было, так скажем, рыночных отношений. И бензин, все было государственным у нас, и все на эти затраты, да, деньги не считали, можно так сказать, и на эти расходы все не смотрели. На сегодняшний день у нас основной расход пассажирского... Насколько меняется, если труба внизу и труба наверху? Чистая эксплуатационная. Расход? Расход процентов на 10 увеличивается, потому что выхладной тракт у вас увеличивается на большую, так скажем, длину. Даже вот если сейчас заметить, да, сейчас автобусы, да, ну, у нас все как бы поменялось, скажем, с тех времен. Во-первых, мы вступили в рыночные отношения, экономика, мы считаем деньги сейчас, и основная львиная затрата, как бы, пассажирского транспорта, это расходы на топливо. Там, скажем, третья часть заработка дневного уходит на топливо. И, как бы, с заводом мы уже с 2007 года, как бы, занимаемся и работаем, да, и много, как бы, тоже, ну, не так, чтобы много-то. Во-первых, надо сказать, что сейчас изменился технический регламент. Сейчас по безопасности колесно-дорожных транспортных средств, как бы, тоже ужесточили все правила. Экология, во-первых. Во-вторых, как бы, сейчас вот, которые автобусы вновь прибывают, да, вот то, что вы говорили, как бы, не надо тоже сравнивать немножко. Вот, там, во-первых, двигатели разные на грузовиках, там дизельные двигатели, как бы, у нас применяем мы бензиновые двигатели, и работающие на газу, чтобы можно было переоборудовать. Сейчас вот пошла метановая программа, как бы, метановые двигатели. И все, что сейчас связано с экологией, как бы, сейчас евро-3 у нас, вы знаете, было, потом евро-4, евро-5 сейчас, как бы, уже практически, там, я не знаю, готовятся на евро-6 переходить, там, какие-то вот эти все, все вот эти вот, как бы, внедрения новинок, то есть машины с компьютером сейчас стали, и автобусы тоже, как бы, это не исключение. Сейчас там тоже, мы, как бы, на пазиках работаем, это еще, как сказать... Прошлый век. Да, прошлый век, так скажем, да. Ну, он немножко модификациям подвергся, да, но там, ну, практически, как бы, то, что машины работают на дистопле, да, там все гораздо сложнее, то есть переходить с каждым годом, как бы, на евро-4, 5 и все остальное, там, и мочевина применяется, и сейчас Common Rail система, как бы, там довольно-таки, как сказать, глубоко это все. Короче, ваше мнение, чисто эксплуатационно это не стоит тех денег, которые... Ну, во-первых, расходы, да, а во-вторых, я говорю, как бы, повторюсь, что регламент изменился по безопасности, да, и вот сейчас вот новые модели, которые автобусов пошли, вот раньше у нас выхлопной тракт был, как бы, он через весь автобус проходил, выходил сзади, был, как бы, длинный. Сейчас они стали укорачивать, потому что, как бы, там, сейчас вот те же самые катализаторы, а вот длиннее выхлопного тракта это влечет за собой повышение температуры и, ну, скипание вот этих вот сот, там, и все остальное прочее. Ну, и, как бы, со стороны ГИБДД тоже и остальных надзорных органов, так, мы сейчас не можем производить каких-либо внесений в конструкцию изменений. То есть, раньше это можно было, да, вот, сейчас, как бы, это карается административно, вплоть до лишения регистрации автор-транспорного средств. Транспортная инспекция у нас что говорит? У нас главнее все-таки эксплуатация или все-таки безопасность? Ну, во-первых, не транспортная инспекция, Восточно-Сибирское межрегиональное управление Госавтодорнадзора. Все у нас автобусы на сегодняшний день, вернее, на сегодняшний день у нас лицензируются те автобусы, вот, которые работают у нас на маршрутах, на регулярных перевозках. И одним из лицензионных условий является соблюдение требований 20-й статьи 196-го федерального закона, это о безопасности дорожного движения. Естественно, безопасность прежде всего, да, но согласно данного закона, согласно требования данной статьи, Все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Коль данный регламент запрещает и какие-то, если они будут вносить изменения самовольно, это является нарушением лицензионных требований. И штрафы достаточно-таки велики. Штрафы начинаются от 75 тысяч и выше. Поэтому, естественно, они на это не пойдут. Без разрешения завода-изготовителя это делать нельзя. А можно вопрос? А вы почему тогда идете на повышение опасности, запрещая? Осознанно. То есть, логика же, с учетом климатологических особенностей, она говорит, что транспортное средство, особенно если это общественный транспорт, который выезжает, заезжает очень часто, да, и при этом вот такие клубы дымы спускают, которых не то что бабушка, там, профессиональный водитель. Нет, ну это понятно. Вы сейчас вопрос так поставили, так вопрос, грубо говоря, что на сегодняшний момент это мы вот стоим и против этого. Но мы надзорные органы, которые должны контролировать и исполнять законодательство Российской Федерации. Вы должны надзориться безопасностью, а не за соблюдением. Вот, извините, я как раньше чуть-чуть сказал, что это надо проходить через согласование завода-изготовителя. При этом наш учредитель сам должен выходить, как вот Андрей Владимирович сказал. Они работают с заводом, чтобы по возможности это выполнить. Давайте сразу, опять же, у нас рекламная пауза. И сразу после рекламной паузы мы вернемся уже к набирающим градусы нашему обсуждению. Реклама, прямо сейчас. И мы, ничтоже сумняшись, обвинились Николаем Павловым, Халаном. Регулирующие органы в том, что они нарушают логику эксплуатации с учетом климата. Но вступили они в защиту и сказали, у нас есть закон, который превыше всего. И, как уже было сказано, регламент является, ну скажем так, главнее пока что. Давайте продолжим вашу миссию. Не, ну так же и уважаемые наши перевозчики тоже не нарушают законодательство Российской Федерации. Как было сказано раньше, штрафы это на сегодняшний день тоже немаленькие. Потом есть вопрос не в денежном эквиваленте, а есть вопрос, возьмут и аннулируют лицензию на право перевозки. Это значит, на сегодняшний день, допустим, на одном маршруте до 40 автобусов ходит. Вы представляете, что такое у маршрута изъятие разрешения и, допустим, изъять лицензию? В случае, если отымается лицензия, у всего маршрута изымается, да? Нет, на сегодняшний день на каждом маршруте работает отдельный индивидуальный предприниматель. И в том числе и с юридическими лицами, которые имеют лицензию. Но с этого года еще будут дополнительно вводиться лицензирования не только на городских маршрутах, или вообще на регулярных маршрутах, пригород и межгород. Еще с 1 марта вводится лицензирование абсолютно для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами и иных лиц. То есть, если у юридического лица или предпринимателя есть свой автобус, он с 1 марта обязан иметь лицензию. А маленький автобус? Все автобусы. Для физических лиц тоже? Нет, индивидуальные предприниматели и юридические лица, независимо от форм собственности. Школьные автобусы, перевозчики? Абсолютно все. Школьные автобусы, это вообще отдельная тема. Да. Это жестко. Абсолютно все. Причем отсутствие лицензии. Вот Сергей Александрович сказал, штрафы на сегодняшний день очень высокие. Поэтому лицензиаты, перевозчики, они на это не идут. Вы нас обвинили в том, что как бы мы, по камень преткновения, все обязаны выполнять законодательство. Сами понимаем, сами пользуемся общественным транспортом, что за проблема. Автомобильный транспорт – источник повышенной опасности. Все участники дорожного движения обязаны соблюдать и уважительно относиться друг к другу. Но все же знаем, что туман, вот сейчас автобус поедет, выхлопы будут. Но притормози немножко. Культура водителя надо соблюдать. Чисто поведенческое. Конечно. Культура водителя, конечно, первую значимость имеет тоже. Это понятно. Это все понятно. Все общества, мы все участники дорожного движения. И вот этот вопрос общественная палата тоже рассматривала в свое время. Это было в прошлом году, в марте месяце. И я был модератором этого круглого стола. В прошлом году. И этим вопросом сильно занимался, когда подготовился. По заданию главы республики Егора Павловича Борисова. Это было инициировано. И, значит, отработал заводами, нашими поставщиками автомобильного транспорта. Это Урал, КамАЗ, ПАЗ. И везде у них конструкторские решения имеются. Везде. И в всех этих трех заводах имеется по выносе глушителя и конструкторские решения. Но они их предлагают как дополнительные общие. За дополнительные деньги? Да, от 15 тысяч до 18 тысяч за каждый вынос трубы. То есть разработки есть? Есть разработки, есть. Все расчеты. Конструкторские все есть. Все конструкторские решения имеются. Они предлагают их дополнительные общие. И вот этот, если заказчик требует, да и по закону, федеральные законы тоже так же оговариваются. Если заказчик на своем заказе требует установку давления общие по выносе глушителя, они его устанавливают. Вот и КамАЗ, и Урал, и КамАЗ. То есть в этом случае у транспортной инспекции не будет правильного вопроса? Да, конечно, не будет. Потому что это конструкторские решения не будут. Вот здесь я еще хотел бы сказать, это ниша для наших предпринимателей, которые сейчас занимаются, вот у нас же сейчас ребята занимаются, вот устанавливают даже вот этот на лазиках багажники, да. И у них есть вот этот завод, дилерские отношения. И они штампуют вот транспортные изменения, да, конструкторские решения. Вот такая фирма нужна. Вот Минтранса, если бы захотел бы, или какое-то заинтересованное предприятие... Нет, вот тут касается выхлопной трубы, это конструктивно-техническое... Да, есть, они их предлагают. Это не багажник, это не дуга, это же нет. Нет, но все равно они... Но на Павловском заводе, по крайней мере, я хочу сказать, что нету такой решения. По договору завод может открыть здесь свою сертифицированную фирму. Имеет право завод открывать свою. А вы с какими заводами разговаривали? Я не разговаривал, я работал с празднистами через интернет, и там они предлагают. Ну и разговаривал я с КАМАЗом. И они сказали, что если мы хотим, они имеют это дело, потому что все конструктивные решения, у них все и чертежи имеются, и расчеты имеются, и по выносу за кабиной и так далее. Давайте я добавлю, вы позапрошлым годом инициировали, спасибо вам большое. Потом мы в апреле прошлого года еще обсуждали, всех собрали, дистанционно у нас участвовали даже разработчики из нами, коллеги из Магаданской, из Красноярского края, из Хабаровска участвовали. И вот, скажем, благодаря тому, что по вашей инициативе на такой высокий уровень вышло, там еще и общественный совет Минтрансдора был. И, значит, наконец-то, значит, вопрос это, значит, ну скажем, выхлоп, это часть, значит, какой-то один, одно красивое решение, одно из проблем в целом по северной климатике. То есть мы давно предлагаем системное решение этого вопроса, там вообще кроме этого выхлопа, в проекте климатического ГОСТа, который наконец-то благодаря всем этим нашим, скажем, мероприятиям появился, там порядка 11 таких требований, там и остекление, и освещение, и подогрев, все-все. Это, в принципе, то, что мы добивались, проблема-то системная, старая. В советское время все это в рамках программы техника Севера было, но с хождением ВТО, как элемент плановой экономики, обязательно сертификация была отменена. И все, и сказали, вам надо выплатить. В советское время все это были деньги, и, как говорится, особо надо сделали. Промышленность сделала, значит, эксплуатационники получили деньги на то, чтобы более дорогую технику такую покупать, и все это было. И мы эту тему уже, скажем, уже как только она отпала, мы уже давно-давно бьемся, скажем, и 99-й год взять, и схему Вячеслава Штырова 2020, даже туда это вошло у нас. В шестом году еще было одобрено о возрождении испытаний климатических в Якутии. Ну, чтобы все это возродить. И мы даже в 2015 году выходили за подписью зампреда нашей республики на Минтранс, на Минпром, на Минвостокразвитие. Минвостокразвитие только положительно откликнулся. Остальные промолчали. Мы выясняли, почему промолчали. Помолчали, потому что, значит, даже если взять вот технический документ 2018-11, то есть проект был 2011 года. Входил он в 2015 году. И вот как только в проекте, в проекте какая-то часть вот этих климатических требований была. Но в процессе до 2015 года потихонечку их убрали. Почему? Потому что если их оставить, вот часть этих советских, то на севере бы не осталось отечественного автопрома. Почему? Потому что, значит, у наших заводов не было бы денег найти проведение доводочных испытаний, как в советское время у нас. А иностранцы бы нашли. Поэтому их потихонечку выхолосили. Сказали, подождите немножко, когда денежки появятся. Потом кое-как на ГЛОНАСС появилось порядка 8 миллиардов. По прогнозным оценкам, вот это введение всего комплекса, ну где-то от 10 до 20 миллиардов для федерального бюджета. В Якутии где-то чуть больше 300 тысяч транспортных средств. По России 52 или 53 миллиона. 20 миллиардов это по всей России? Да, ну половина, скажем, Минпрому, половина Минтрансу. Александр, вот там вы держите? Половина Минпрому, половина Минтрансу. И, значит, вот только позапрошлом году, вот благодаря всем нашим... В прошлом году? Да. Александр Николаевич, это было в прошлом году? Да, в 17-м. И вот я сейчас был в декабре на конференции в НАМИ. В 18-го года. Там как раз, наконец, Росстандарт и Минпромуторг включили в план межгосударственных стандартов вот этот климатический сертификат обсуждения. И в этом проекте, значит, мы должны тоже его обсуждать. Там как раз по выхлопу, там порядка из 11, он, если вот посчитать, он где-то пятый. И то, что говорили, там, значит, заводы имеют право и так далее. И там, ну, самое главное, чтобы это сечение для выхлопа, ну, чтобы мощность не совсем терялась, такие требования. И там как раз по выхлопу для грузовиков Н2, Н3, ну, те, кто побольше, и для автобусов Н3, то есть для больших автобусов, в этом проекте уже как обязательно опция есть. Если этот регламент принимается, ну, это сначала ГОСТ принимается, потом технический регламент таможенным союзом. И надеюсь, что если мы вот активно, причем при содействии не только вот Якутии, это транспортник Якутии, коллег, где такой климат, Магадан, там, Красноярск и так далее, активно возьмемся. Я думаю, ну, год-полтора на то, чтобы этот регламент прошел, уже дойдем. Но еще что, для того, чтобы техрегламент был принят, свое добро, должны сказать, нашим Минэкономразвитиям. То есть если они примут регламент, соответственно, они и автопромы должны какие-то субсидии, и Минтранс какие-то субсидии. Техника, она, естественно, дороже там, как минимум 37% дороже. Но если за счет, скажем, повышения надежности или какой-то другой эффективности это будет превышать, да, так же и транспортники Алдросы говорят, мы на таких условиях можем участвовать в этом деле, не просто дорожание. То есть теперь зависит от нас, как мы с коллегами с Магадана, с Красноярск, обидимся, но надо решать систему, не только по одному. Короче, встает вопрос, насколько мы лоббисты, да? Пока так. Можно сказать, кто-то должен платить за это все? Нет, бюджет, это же, понимаете, получается так, дилемма. Или наше конституционное право на безопасную транспортную доступность. То есть государство. Или технические лоббегания. Да, но там бюджетные. Либо производители сами вот этих заводов. Потому что если принимать заводы, которые перекладывают на пассажира. Нет, подождите. А именно государство, да? Именно государство должно, потому что это наше гражданское, ну-ка, значит, статья. Безопасность своих граждан? Да, да, ну, конституции. То есть дилемма получать. Или наше конституционное право на транспортную доступность. В наших экстремальных условиях. Это государева задача. Безопасный приток. И технический регламент. Технический регламент удорожай не изменит. Для бюджета деньги. Отечественного автопрома надо поддержать. Так, автопром где-то в год, вот, последний, где-то порядка 127 миллиардов получает. Ну, по всяким разным программам. Там напрямую 60 и там по косвенно. Так, мне кажется, для нашего автопрома это должно быть, наоборот, конкурентным преимуществом. Так в том-то и дело. Почему оно является, наоборот, тратить деньги? Нет, у них просто нет денег. Они и так на субсидии, понимаете. Если им этих денег не дать, они просто не будут делать северную технику. У них денег не хватает. А нас, транспортников, чтобы мы могли покупать более дорогую технику, тоже нам денег. Нас этот 44 ФЗ и так далее заставляет обычную, простую технику покупать. Можно уточнить, да? Да, да. То есть, эта проблема, она для всех регионов со схожим климатом? Да, да. Даже север Казахстана, потому что технический климат нужен союзов. Есть где-то какое-то локально примененное решение? Ну, локально примененное решение, скажем, из регионов? Ну, у нас вот прокуратура отменила то, что в 2010 году, потому что это федеральные полномочия. Значит, где-то что-то можно решать в рамках действующей нормативы, но это будет очень дорого. Скажем, богатые регионы, там, Ямал, Ханты-Мансийск и так далее, они где-то могут что-то решить за счет регионального бюджета. Но мы не такие богатые, и, скажем, у нас население все-таки побольше. По большому счету, значит, вот только наконец-то это же... Давайте сразу опять после рекламы мы вернемся к обсуждению. В принципе, точка просвета намечается. Мы продолжаем обсуждение, скажем так, безопасности эксплуатации транспорта. В зимних условиях уткнулись, скажем так, в дилемму. Либо наше конституционное право на безопасный проезд, безопасную, скажем так, транспортную доступность. Либо тех регламентов, которые достаточно неповоротливый механизм. Вспомним, что творилось с Голонасом и прочими вещами. Это, скажем так, отрицательный пример того, как государство реагирует на чаяния своих граждан. Но у Андрея Косицкого есть... Перед эфиром мы обсуждали. Дело в том, что в процессе общения с производителями тех же автобусов берутся в учет даже размер шуб. Мы же все понимаем, что мы становимся толще в этих шубах. И компоновка кресел, есть такой момент, что они учитывают даже это. Есть такой момент. В свое время мы... Это еще в тех годах, когда до выхода этих всех регламентов новых и изменения по безопасности дорожных транспортных средств. Мы с заводом, в принципе, давно. И Якутию они знают очень хорошо. Потому что много было, в том числе и с Николаем Александровичем мы тоже отрабатывали. Вот по утеплению давали фотографии разные, как бы помогали. Ну, мы совместно работали очень много. И мы в свое время, в свою очередь, была только одна компоновка салона у производителя завода. То есть это двойные сидения. И маленький проход оставался в пазиках. На тот момент, как бы, эта машина была для нас актуальна. Ну, то есть в начало тех 90-х, так скажем, 2000-х годах, когда перевозки эти организовывались. То есть мы с заводом, как в 2007-м году начали работать, когда и начали с ними очень плотно работать. И в разных, так скажем, продвигать, подсказывать там заводу, изготовить, как, чего нам нужно сделать. И в свое время, как бы, мы, вот компоновка салона, ее даже называли там якутская компоновка салона. Потому что мы не могли тоже взять просто ряд кресел, грубо говоря, отрезать и выбрать их. Андрей, почему нельзя сделать якутский выпускной тракт? Как? Якутский выпускной тракт, или там северный выпускной тракт. Вот, как человек, который общается напрямую с производителем крупнейшим. Я могу сказать, это стоит, как минимум, порядка 500 тысяч рублей. Откуда они сейчас найдут, чтобы через завод это оформить? На один автобус? Нет, на модель. А на модель? А на один это на разовую, там, на минимальную партию, ну, 200 тысяч. Зачем иметь в виду полный цикл разработки? Да, да, потому что так это не пройдет. Месяц испытаний и так далее. Ну, это реально начнете, это будет 150 тысяч. Это как замануха, которая будет стоить 15 тысяч. Просто за чертежи. Андрей прав, нужно же еще расходы на ГСМ. Ну да, расходы на ГСМ, которые никто не скажет, так что они не будут предпринимать. Они же тоже в семье форме. Предприниматель не пойдет на это затраты. Потому что это большие затраты. Александр, все-таки большая надежда на тут разработку нового ГОСТа, да, скажем так. Чтобы северные Колым-варианты, да, узаконить. Да, 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 да. Ну вот весь этот комплекс, ну, прогнозные оценки были от 10 до 20 миллиардов в целом. Ну вот мы сейчас даже предлагаем меры по оптимизации, то есть, скажем, удешевление, проведение вот этих приемочных испытаний. То есть реально уже готовим мероприятия в рамках технопарка Якутия, сервисного резидента готовим, скажем. Значит, еще даже в советское время, когда КАМАЗ и ВАЗ строили же, у СССР был третий мегапроект по северной модификации. То есть в Чите хотели делать централизованно все северные модификации, то есть со всех автозаводов Советского Союза, туда пригоняли технику и вот ставили бы двойные стекла, морозостойку резину, там колымбаки и так далее, ну, печки, утепленные кабины. Но этот, тогда, скажем, денег не хватило, этот проект, ну, за газ. Так появился чеченский филиал ЗИЛа. Нет, на самом деле... Нет, я договорю, теперь мы к этому возвращаемся в современных рыночных условиях. То есть предлагаем вот это производство посмотреть, скажем, создание опытных образцов, опытных парков, скажем, в рамках ТАСЕР Кангаласы, а создание малых партий, ну, таких малыми сериями, в рамках ТАСЕР Южной Якутии, например. Тогда себестоимость вот этих всех северных доработок централизованных дилерам отдавать, ну, крупным дилерам можно отдать, но всю гамму не закроешь. Поэтому вот такое централизованное, значит, в принципе, это уже обсуждается, и это, в принципе, может позволить значительно сократить вот расходы. Ну, и еще другие моменты в этом есть. Александр, на самом деле, мне как, просто как логическому человеку, да, много вопросов. Почему колымбак это запрещено, а ставить газобаллонное оборудование можно? К примеру, один из вопросов. Из того же разряда, почему колымбак запрещено, и почему выпускной тракт запрещено при условии того, что газобаллонное оборудование ставить можно? Я еще раз говорю, у нас... Ну, потому что на газовую программу государство выделило там практически трех миллиардов уже. В этом дело, да? То есть, и скажем так... Интересы Газпрома? Нет, это экология и экономия топлива. В целом бюджетная эффективность от этих трех миллиардов оценится порядка десяти миллиардов. Мы тоже бюджетную эффективность от этих двадцати миллиардов, которые просим, тоже на уровне сорока оцениваем. Как этот? Ну, если очень системный, просто у нас валовый региональный продукт только по Якутии порядка триллиона, правильно? Вот сейчас подходит. И, скажем, в создании этого продукта в разных отраслях от пяти до семидесяти пяти процентов стоимость транспорта. Ну, автотранспорт, если взять, если будет условно 15 процентов, это где-то 150 миллиардов то, что транспорт, автотранспорт, как говорится. Если, значит, за счет того, что мы хотя бы на 10 процентов эффективность и себестоимость перевозок оптимизируем, то есть уже за один год эффективность, эта бюджетная эффективность уже 15 миллиардов есть. Если за 3-5 лет 60 миллиардов только для республики может быть, соответственно, в эту программу на 3-5 лет можно, ну, до 27 миллиардов дать, только по Якутии, а в целом по стране, ну, еще плюс немного Магадан, плюс Красноярск, вот оно и получается. На самом деле, еще раз говорю, вопрос остается, почему на идеологическую безопасность, да, у нас, не глядя ни на что, государство изыскивает определенные средства, а воинские контингенты куда-то отправлять и так далее, А на безопасность собственных граждан в собственной стране у нас вот этих 20 миллиардов как бы изыскаться не можно. В этих условиях живет меньше полмиллиона людей реально. Ну, понимаю, еще раз говорю, поэтому я говорю, нам следует, скажем, проявить определенные лоббистки не только регионы республики Саха-Якутия, но включая и Красноярский край, тот же Ханты-Мансийск, Магадан, другие северные регионы, чтобы вообще в купе решить вот эту вот проблему. Тем более холод сейчас смещается на северо-западе Икутии, Красноярскому краю. У меня такой вопрос возник, а вот общественность республики, я не знаю, вот зрители, чем могут помочь вам в том числе? Я вот как вам медикам скажу, я вам медикам скажу, ваши магаданские коллеги дальше всех, наверное, пошли. Помните, в 15-м году был форум по здравоохранению Всенародного фронта, и там выступил водитель скорой помощи из Магаданской области и сказал, что, значит, технические нормативы там, скажем, вообще там абсурд в этом техническом регламенте 18-го года, оказывается, если внимательно читать, скорой помощи для температуры нижней минус 40, не то, что вообще даже запрещено производить вот такие абсурдные вещи. И было поручение Владимира Владимировича Путина, как раз губернатору Магаданской области тогда, и директору КАМАЗа, они там что-то сделали. Но это было, так скажем, частное решение, вот такие маленькие. Точечное, да? Точечное решение. А наш, это Общенародный фронт еще раньше пошел, значит, еще, ну, ты как раз и конференция приняла, вот общественная палата и так далее, и торгово-промышленная палата. Мы, в принципе, вот даже Минтранс, мы Арктик Спецмашка фактически создали для решения вот этого проекта. Еще в 2014 году при поддержке как раз вот Союз Автора. Именно своего рода сервисного резидента создать. Ну и наша общественная организация некоммерческая. Александр, ну вот когда мы обсуждали при Минтрансе, да? Да, да. Общественные советы, значит, было согласовано же в том, что мы проведем общественные слушания до июня месяца. Ну так, мы ждали вот этот проект, они готовили, не готовили, вот он появился только в ноябре месяце, и он его отправил. Сейчас, я вот думаю, мы вот буквально, сейчас вот в декабре вообще-то они собирались принять, ну, отчитаться за разработку. Сейчас основное мероприятие российского масштаба будет в апреле в Иркутске. До этого мы должны вот это все, скажем, провести общественные слушания и с коллегами, также с Магаданской, и с самими разработчиками. Я думаю, вот в апреле-то, ну вот в апреле 17-го года все съездили. В этом и есть функция общественности, чтобы активно участвовать в общественных слушаниях, которые... Да, и поднимать вопрос. Просто элементарно еще раз говорю о безопасности. Когда мы зимой ставим автомашину на прикол, садимся в общественный транспорт, наша составляющая безопасности резко снижается. Потому что мы... Ладно, мы за себя отвечаем. Можем ли мы отвечать за того киргиза, который приехал вчера, да, и вышел на маршрут такси, который в условиях тумана, я извиняюсь, дезориентирован, а навигатор у него не сработал, ввиду того, что у нас плохой 4G. Пример. Есть такой. Он же вместо дороги смотрит все время на навигатор. И, ну, не водит у него куда? Не на дороге, а на навигатор. И вот он может проморгать. В завершение вот сегодняшнего стояния, да, я бы хотел сказать еще раз. Все-таки завтра крещение, у нас крещенские морозы, это вам не просто так два пальца об асфальт, да? Вещь серьезная. Климатические особенности – это то, с чем шутить. Ну, реально, зимняя депрессия, снижение внимания, повышенная концентрация, накапливающие средства – это же чисто затрата на наше санаторное, скажем так, восстановление, куда-то съездить и так далее. Мы все должны вот это дело компенсировать. Я очень хочу, чтобы те новые вот эти ряды автобусов, да, которые время от времени, скажем так, поступают в парк и предприниматели, и, скажем, муниципальных предприятий столицы нашей республики, они бы прошли абсолютно законную, скажем так, локализацию с учетом всех тех моментов, которые предъявляет наш якутский климат. Так что остается как представителям общественности, вот у нас активнее участвовать в тех общественных слушаниях, которые по линии общественной палаты. И я думаю, что и с коллегами, совместно с других регионов, все-таки должны поставить этот вопрос. Если я еще раз говорю, вдруг вопросы безопасности жены, жен газовиков на Рианмаре, да, будут все-таки выше определенных моментов, которые там, ближайший пример – это ГЛОНАСС. Вы смотрели программу «Один из нас», увидимся ровно через неделю. А тема на сегодня была эксплуатация автотранспорта, в том числе общественного, в условиях якутской зимы.